доброе утро друзья наши далекие близкие в кое-то веки я хотела съесть вредный майонез и его не оказалось в холодильнике похоже когда пилишь пилишь и говоришь что нужно питаться правильно все-таки когда-то результат наступает я очень люблю ломать хлеб тем более это какой-то такой багет очень вкусный тот что андреас привозит из баварии все-таки спорили спорили по поводу вреда или пользы сливочного масла все-таки склоняются что больше пользы нежели чем вреда в общем вот такой у меня завтрак и всем доброго солнечного утра и приятного аппетита ребята я время от времени возвращаюсь внимание привлекают вот к этим цветкам называется настурция а еще капуцин вот эти листья они служат очень хорошей добавкой в свежие салаты как приправа в готовые блюда мелко нарезанные цветки придадут аромат и остренький вкус холодным закускам салатом гарниром они зрелые плоды используются вместо каперсов в маринадах можно добавлять когда маринуете огурчики патиссоны по поводу так называемых каперсов я сама только что узнала я честно говоря даже не думала что потом эти плоды образуются я думала что цветочки только цветочки я обожаю в салате честно говоря уже оставила я эту затею вырастить редис потому что редис у меня почему-то здесь не растет то ли жарко здесь а вот эти цветы это потрясающий вкус поскольку я теперь с ними познакомилась поближе так что вот вам рецепт ребята 68 минут эти плоды бланшируются затем укладываются в баночке и заливаются рассолом на литр воды две столовые ложки соли две столовые ложки сахара и 30 грамм 9 процентного уксуса вуаля и зимой будет дополнительная закуска к блюдам цветут они с раннего лета с весны и до поздней осени и поэтому если вы посадили на огороде вот эту прелесть мало того что вам будет все это красиво доставлять удовольствие а еще вам будет все время вкусно свежее и вкусное представляете цветы в салат листьев салат каперсы в маринад мамма миа какая прелесть у нас здесь все дальше все растут и растут помидорчики поздно-поздно в этом году я посадила так бы наверное уже сейчас у меня грозья вот это кстати говоря называется такой так называемое томатное дерево и действительно она уже двухметровое трехметровое посмотрите несмотря на то что поздно я посадила и еще дальше и дальше здесь плоды образуются там цветочки цветут теперь буду надеяться на очень теплую осень друзья наши далекие близкие мы как обычно гуляем слева и естественно лео никак не успокаивается пришли на берег речки водички попили спустились там ниже по течению ну лео здесь звери протаптывают свои тропы естественно что он делает что ты лео делаешь ты из естественно реагироваешь да ты реагируешь в общем короче реагирует лео у нас и он хочет вот язык уже высунул еле дотопает до дома очень жарко у нас очень жарко мы стараемся зарабатывать себе витамин d и стараемся побольше гулять на солнышке ну прячемся тем не менее в тенечке вы видите а еще знаете что увидели сливы но это типа знаете такие венгерка прошлом году они были все червивые падали мягкие в общем урожай не состоялся в этом году они такие посмотрите но еще очень твердые ребят смотрите что я купила я приезжаю домой а тут девчонки устроили распродажу здесь они делают вот такие штучки я у них тоже купила чтобы бизнес поддержать а еще они ракушечки смотрите какие фон 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 италия из италии и у них есть даже вот пакетики смотрите вот и тут же она здесь смотрите работает вот смотрите что делать и здесь у нее подсобные материалы и там смотрите денежку она уже заработал фильм да вот а вот я такие две штучки купила видите какие прекрасные у нас сегодня и на дождик дождик и посмотрите что я заметила еще я а как-то задавалась вопросом для интересного тут от бабу я которую рядом живет думала помидора на точно выращивание принятие там не мы не собрала на урожай такие большие не всегда и хорошие всегда уважать вам интересно они огурцы выращивают видите полуметровый лежит огурец вот немцы вот такие вот огурцы любят которые безвкусные огромные вот эти вот метровые и они едят с уксусом с большим количеством уксуса поэтому я не пытаюсь здесь огурчики выращивать потому что практически никогда я не могу в магазине купить нормально а еще посмотрите вот такие осенние признаки тоже ой ребят вот так вот на строгала груши они такие все медовые и очень сочный о видно прямо очень сочные в общем сколько поместилось сушилку сейчас поставлю сушить достаточно толстенько но я уже сушила так яблоки они получаются такие знаете ну просто такой ну прям десерт получается поэтому сейчас поставлю сушить груши оставшиеся чтобы не испортились потому что они уже они тверденькие но вот просто еще там я не знаю пару-тройку дней наверное они испортятся я сделаю пюре уже делала я однажды прошлом позапрошлом году не помню тоже у меня как-то повезло с грушами и без сахара просто поварила спирировала и сушки зимы не дождалась и все это съела нарезала произвольно все течет просто это груша конечно на испортите через несколько дней сейчас закрою крышкой и поставлю на медленный огонь и будет томиться время от времени будет перемешивать без сахара как только до мягкости дойдет спирирую и потом какое-то время наверное подвергнуть сплавой обработке для того чтобы нужно потом было в баночке закрыть баночки естественно простилизую крышки прокипячу закрою переверну крышками вниз посмотрю все ли нормально что сделаю потом они у меня потом они у меня остынут друзья наши далекие близкие добрый вечер я очень сильно надеюсь на то что это никто из жевачки не сидит тут потому что мы выходим гулять и народ то тоже выходит гулять левочка это что понятно с вами все ясно я тут вспоминаю все время злату однажды мы собрались идти за жвачкой однажды у нас был рабочий день с ними и пришла к нам соломея она приходила время от времени потому что она посещала садик однажды был садик закрыт по причине короны и она у нас была полный день а если помните то мы ходили покупать жвачки и игрушки ну такой автомат висел на стене но он и сейчас висит автомат работал только с монетками монетки сами понимаете не всегда есть в наличии как правило карта но я им пообещала я грудь девочки на завтра я принесу главное что не все монетки подходили то есть там можно было 10 центов по моему 20 евро центов 50 и евро те которые евро и 50 тоже не все эти ячейки работают я им пообещала что на завтра я денежку принесу и мы обязательно сходим а это были очень жаркие дни просто чрезвычайно жаркие мы брали плед уходили в сквер и там валялись на этом пледе болтали смотрели свои планшеты телефоны наконец нам разрешили потому что было нереально сидеть в здании и в этот день соломея к нам не пришла потому что оказалось на следующий день садик открылся и соломея была в садике мы естественно со златой сходили купили жвачку каких-то там этих желейных таких игрушечек ну и валяемся с ней на пледе в сквере и и уже мы ждем когда уже вот рабочий день заканчивается и вдруг приходит соломея ну мы поболтали поболтали боже как интересно с детьми и очень интересно за ними наблюдать я думала что соломея вообще забыла вчерашней договоренности и она такая корректно-корректно как бы стесняясь она говорит а выходили сегодня уже за жвачками злато молчит и посматривает на меня я гуда мы уже ходили с за жвачками мы уже все купили вот очень жарко мы поэтому здесь сидим тишина соломея через какое-то время говорит а у вас остались еще денежки а накануне мы договорились что будет две денежки для златы и две денежки для соломея причем я конечно почти все потратила на злату потому что я думал что с вами не придет но были естественно монетки еще я груда есть конечно монетки и она говорит а что мы пойдем покупать боже мой ребенок такой знаете ну как бы не то что там пошли давайте да вот мы не надо нет и вроде как бы и хочется но в то же время очень корректно она себя ведет вот или нам все равно нужно было собираться уже к мамам нашим идти я горну давайте собираться за одну пойдем за жвачками сходим злата все это наблюдала за ситуацией поднимается такая знаете надо было ее видеть конечно она такая поднимается так дела в их и вдруг говорит ну все с вами понятно и вот это вот теперь все с вами понятно я целые целое лето с этой фразой хожу это было очень прикольно причем я вам по-моему говорила уже рассказывала да что девчонки все вот все разные все разговаривают на разных диалектах кто-то на суржике кто-то на мове кто-то на русском о божецки и тут вдруг злата вот эту фразу она так знаете произнесла с вами все понятно очень я скучаю по нашей веселой компании в общем девчонки вы сделали мое лето очень я вам всем за это благодарна владелец вот этих полей уже убрал кукурузу уже темнеет в лес мы не пойдем напугали меня как-то говорит а ты волков не боишься думаю я же привыкла всем верить я думаю раз говорят значит такое бывает